Целая куча крови и совершенно новые грубые шутки олицетворяют Хищника 2018 года и делают из него достойный фильм про Космического охотника, продолжая историю предыдущих 5 фильмов и по-своему расширяя вселенную. Всё связалось в единое целое в молниеносном финале, так что мы немного замедлим время и разберём по косточкам что произошло в конце Хищника. И если вы готовы к спойлерам или уже смотрели фильм, то включайте ваш тепловизор. Поехали! Предатель Хищник не тянет кота за хвост и погружает нас в экшен с самого начала, где мы видим Бойда Холбрука в образе Куина Маккена на задании в Мексике, которое проваливается из-за падения космического корабля. По ходу фильма нам рассказывают, что пришелец, который разбился в самом начале и повстречался с Куином, прибыл на Землю не ради порции новых позвоночников, как другие хищники. Он был предателем, который хотел спасти человечество от вторжения хищников и привёз людям то, что им поможет. Молодец какой. К сожалению, его прикончил более прокачанный хищник, поэтому хорошая интрига сохранилась до самого конца. Отличная память Даже несмотря на то, что Трейгер знает, что на корабле Хищника есть что-то особенное, он не знает, как в него попасть и даже как туда добраться. Но ему везёт, потому что сын Куина, Рори, знает всё. У него есть фотографическая память, поэтому он помнит и понимает всё. В какой-то момент, играя с инопланетными гаджетами в подвале, он находит запись полёта и узнаёт о месте, в которое приземлился корабль. И что же он делает? Он рисует карту по памяти, которая приводит группу к инопланетному кораблю. Правда, его берёт в заложнике тот же человек, который попросил его помочь. Трейгер и его команда хотели разграбить корабль, а Куин и его предруковатые друзья планируют освободить мальчика. Но тут и начинается самая хищная часть фильма. Игра началась Единственное, что Хищник умеет лучше всего – это быстро и легко расправляться с толпой людей. Собственно, об этом все фильмы. Поэтому, когда он прибыл на разбившийся корабль предателя, все людишки были у него как на ладони. Всё, что ему нужно – это начать стрелять. Но что он делает? Он даёт людям фору! На первый взгляд это фейспалм. Зачем? Однако в этом есть смысл. Он же Хищник, ну точнее Охотник. Его прикалывает убивать, поэтому просто уничтожить группу людей, которые толком не могут отбиться – неинтересно. Он уже сделал то, зачем прилетел, уничтожил подарок людям и теперь хочет немного порубиться в ПВП. После такого стресса можно и поразвлекаться, так что он даёт людям фору, а потом начинает их постепенно убивать. Настоящий воин Когда Хищник объясняет людям правила игры, он называет имя Маккена и говорит про него Настоящий Воин, который теперь стал его главной целью. Будучи взрослым, матёрым солдатом, Куин считает, что Хищник говорит про него. Он заводит группу людей в лес и продумывает план, как устроить засаду на монстра. Но довольно быстро всё выходит из-под контроля. Хищник убивает людей одного за другим и сходится лицом к лицу с Куином. А потом просто откидывает его в сторону и забирает Рори, который, по его мнению, и является настоящим воином. Впоследствии Кесси повторяет сказанную ранее фразу про то, что люди с аутизмом являются новой ступенью эволюции. Поэтому, когда Хищники интегрируют в себя человеческую ДНК, им бы не помешали хромосомы гениального мальчика. Спасательная капсула Прямо перед тем, как начать свою финальную охоту на людей, Ультра-Хищник взрывает корабль Предателя, на котором находится спасательный подарок человечеству. Но, как мы видим в первой и последней сцене, Хищник-Предатель позаботился о том, чтобы посылка была доставлена. На случай, если его поймают, он придумал запасной план и отправил спасательную капсулу. После того, как Куин победил Ультра-Хищника, до спасательной капсулы добралось правительство и зачистило территорию. Не забывайте, что люди знали о пришельцах уже 30 лет. И просто так это не оставят. Их поиски спасательной капсулы завершились успехом и они открыли её, обнаружив секретное оружие. Именно оно должно позволить человечеству отбиться от следующей атаки Хищников. Новый костюм Ну так и что конкретно было в этой капсуле? Что за странный подарок, о котором говорили весь фильм? Ответ простой – супермодный роботехнический костюмчик! В самом конце нарастает напряжение, дверь открывается, и люди находят нарукавник, который превращается в супер-крутой костюм Хищника. Потенциал инопланетного экзоскелета выглядит безграничным, а там кто его знает. Куин сразу же говорит, что костюмчик будет принадлежать ему, поэтому ждём сиквела. А прилетят ли Хищники к нам снова или нет, зависит от того, как зрителям понравятся два антигероя в этом фильме. Подождём – увидим. В любом случае, костюм зачётный.